Коллеги, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем очередном вебинаре компании Axelot. Сегодня мы поговорим о функционале нашей TMS-системы и более подробно обсудим критерии ограничения автоматического планирования TMS X4. Ведущими сегодня буду я, Евгения Веснина, менеджер по работе с клиентами, и Александр Бахитов, консультант управления транспортной логистикой. План вебинара следующий. Сначала я расскажу информацию о компании, далее Александр расскажет про критерии ограничения автоматического планирования TMS X4, и в конце вебинара мы ответим на ваши вопросы. Перейдем к информации о компании. Основной сферой деятельности нашей является автоматизация складской транспортной логистики на IT-рынке мы с 1998 года. Располагаемся мы в трех офисах. Главный офис у нас находится в Москве, и еще есть офисы в Кирове и Красноярске. В штате компания у нас более 200 человек. Это позволяет нам реализовывать более 100 проектов в год. Наши проекты не только в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Важно отметить, что уже более 8 лет подряд мы являемся лидерами российского рынка ВМС, и за это время мы опонтировали уже более 20 тысяч рабочих мест. Более 10% своей выручки мы тратим на развитие, на разработку новых программных решений. И уже мы разработали 5 поколений ВМС и 4 поколения ТМС-системы. Если поговорить о полном спектре услуг, то главным нашим направлением является разработка и внедрение ВМС в ТМС-систем. Там же мы оказываем услуги логистического консалтинга, и все свои проекты мы делаем под ключ. Поставляем оборудование в случае необходимости. Для транспортной логистики это различные мобильные устройства на платформе Android. Для складской логистики терминал сбора данных, принтеры, печати, этикеток, сканеры, штрих, кодов. И после реализации проектов клиенты не остаются наедине с системой. У нас есть центр технической поддержки, который работает в том числе в режиме 24 на 7. В наших проектах мы работаем с партнерами. Компания Gradum и Daterion входят в группу компаний Axelot. Компания Gradum занимается внедрением и сопровождением систем класса ERP для корпоративного рынка. Компания Daterion – это проекты полинции и интеграции с помощью программных решений EFB и EMPLU. Которые используются в большинстве наших проектов. Компания Zebra – это крупнейший производитель оборудования, который я озвучивала ранее для транспортной логистики, мобильных устройств на платформе Android. Для складской логистики терминала сбора данных, принтеры, печати, этикеток, сканеры, штрих, кодов. Компания Citigit – это картографический сервис для наших CMS-проектов. Ну и фирма 1С, с ней наверняка многие знакомы. Компаниям транспортной логистики нам доверили уже более 50 компаний. Здесь вы видите часть из них. Компании наши находятся по всей России, странам СНГ. Компании занимаются различной сферой деятельности. И автоматизируют с нами не только управление собственным парком транспортных средств, но и управление перевозками. Как я уже говорила ранее, мы являемся разработчиком программных решений. На данный момент нашими плагностными решениями являются WMS X5 и WMS X4. Вместе они образуют единую логистическую платформу Axelot X. WMS X4 – это наше программное решение для автоматизации транспортной логистики. Как раз-таки сегодня мы об этой системе более подробно поговорим. Система комплексная, состоит из трех модулей. Это управление перевозками, управление собственным транспортом и спутниковым мониторингом, который включает в себя Android-климент для водителей. Система, реализована на технологической платформе 1S предприятия 8.3, имеет открытый код и параметрические настройки, и может быть модернизирована непосредственно под вашим интернетом. WMS X5 – это наше программное решение для автоматизации складской логистики. Это пятое поколение системы, разработанное нами. Также, как и WMS X4, реализованное на технологической платформе 1S предприятия 8.3, имеет открытый код и параметрические настройки. Система обладает огромным параметрическим функционалом, который путем параметрических настроек настраивается непосредственно под каждую компанию. Помимо внешних проектов, также у нас есть внутренние проекты. Один из них – это учебный центр, где свои уникальные учебные программы читают ведущие эксперты в области логистики. Основной задачей данного инструмента является формирование у заказчиков грамотного понимания вопросов оптимизации и автоматизации бизнес-процессов и важности комплексного подхода. Еще одним таким проектом является библиотека «Ксилот». В ней уже 8 книг. Сейчас выходит 9-я книга. Инструментарий логистики и управления оттеплями поставок. 18 марта в Москве будет конференция. «Ксилот» совместно с Бином Ричардсом будет проводить мероприятие. И автор сам лично представит эту книгу. Книга уже на следующей неделе выйдет в продажу. Также у нас есть свой YouTube-канал, где вы можете увидеть образовательные фильмы о реализованных нами проектах и наши вебинары. Если говорить о преимуществах нашей компании, то тут важно отметить нашу огромную отраслевую экспертизу, высококвалифицированных специалистов. У нас выделены штат консультантов, архитекторов, разработчиков. Они позволяют нам реализовывать более 100 проектов в год и занимать лидирующие позиции на рынке логистических решений. Коллеги, спасибо. Передаю слово Александру, и он далее расскажет вам про критерии ограничения автоматического планирования всего 12-34. Итак, коллеги, добрый день. Первое, с чего хотелось бы начать вебинар по автоматизации транспортной логистики и непосредственно про ограничения. Это общая проблематика. В связи с чем многие заказчики, какие основные вопросы, с которыми заказчики к нам приходят. Первое, это, конечно, и облегчение работы для сотрудников, и прозрачность процесса. Плюс, конечно, это экономия на маршрутизации. На маршрутизации транспорта, как и наемного, так и собственного. Уменьшение количества использованного парка, утилизация, улучшение утилизации транспортных средств. Это все, конечно, очень важно для транспортной логистики. Современная ТМС, это не только маршрутизация, курица маршрутизации, все-таки это не панацея, это полный комплекс. Это и управление перевозками, автоматический расчет тарификации. Плюс, конечно, это работа с тендерным порталом, где на предприятии имеется. То есть, предусмотрена работа с наемным транспортом. Ну и, конечно, это управление собственным парком. Это как учет затрат, так и учет выработки самих собственных транспортных средств, плюс выработки агрегатов, учет запчастей, и, конечно, ремонток. Машины ездят, и собственные, и наемные. Хотим контролировать, видя все в режиме онлайн. В данном случае же выступает модуль по спутнику-мониторингу, который позволяет подключать не только телеметрические сервисы для собственного парка, но и, конечно, мобильные приложения для всех водителей, которые нам также дают возможность прослеживать движение транспортных средств. Будь это как и наемный, будь так и, конечно, собственный. Так, непосредственно по аналитической отчетности, то в системе предусмотрено достаточно большое количество отчетов. Отчеты как типовые, так и, конечно, отчеты, построенные на системе компоновки данных, что дает возможность от себя поднастраивать эти отчеты. Какие основные цели и задачи решаются в рамках транспортной логистики? Конечно, это первое, это вообще получить грамотную потребность и корректно ее в дальнейшем отработать, сформировать уже маршруты и далее ввести планирование и контроль исполнения рейса. Немного о геосервисах, которые мы используем. Вообще, для чего они необходимы в ОСМС? Первое, ну, это, конечно, самое простое, это визуализация карты и визуализация всех остальных точек. К путевому геокодированию всех адресов мы имеем возможность как раз-таки все точки и отрисовать на карте, чтобы логисту было видно, как планируется рейс и удобно воспринимать, чтобы какие-то итоги получилось. Плюс, для планирования маршрутов мы, конечно, запрашиваем данные о расстоянии между точками. Это тоже как раз происходит при участии географических сервисов. Какие есть на текущий момент поддержки со стороны картографии? Но, если говорить о бесплатных, то это Axelot Maps и OpenStreet Map, и сети GIF, Яндекс и Google Maps, здесь уже платные сервисы. Но, опять же, да, если там самое первое различие, наверное, основное, между платными и бесплатными картами, это качество предоставляемого сервиса, так как это, опять же, и статистика по пробкам, и учет пропусков, и плюс качество вообще географирования и маршрутизации. Это все как раз таки закладывается в картографический сервис. Когда мы говорим о планировании рейсов, то здесь важно учитывать достаточно большое количество ограничений. Система разрабатывается таким образом, чтобы она могла гибко подстраиваться под каждые нужды заказчиков, будь это производственные компании, либо транспортные, либо дистрибуционные компании. Тут у каждого свои пожелания, свои ограничения, и как раз таки такие потребности мы реализовываем в нашей ТМС, в системе X4. При планировании рейсов, конечно, какие основные критерии, да, первые хочется отзвучить, это и учет временных окон, что всегда очень важно для клиентов, для уровня качества сервиса, который вы предоставляете своим клиентам. Конечно, это оптимизация плюс отдельных рейсов. Опять же, всегда в системе есть возможность планировать рейсы вручную, как-то скорректировать и дополнительно еще сверху оптимизировать такие рейсы. В системе предусмотрено, в принципе, три основных способа планирования. Первый способ, это, ну, самый банальный, это ручное планирование. Переходим на карту, как раз сейчас перед вами есть криншот рабочего места по планированию рейсов. Выделяются точки и непосредственно перетаскиваются на транспортные средства. Тут уже все зависит от опыта логиста непосредственно. Система дополнительно, конечно, будет сигнализировать логисту, что есть ли нарушения во временных окнах, либо есть ли перегруз, будет ли перегружена машина, если мы планируем, например, еще какие-то точки добавить в данные транспортные средства. Все будет выводиться для логиста и подсвечиваться соответствующими цветами. Плюс ко всему, помимо ручного планирования, есть уже автоматическое планирование. Тут, наверное, можно разделить на две ветки автоматического планирования. Это статичное планирование и динамическое. Если говорить о статичном планировании, то тут очень важно отметить маршруты, которые уже выделены, которые дополнительно не требуются автоматизировать, потому что мы понимаем, что туда, например, ездит одно транспортное средство и мы не планируем, наоборот, планируем снизить трудозатраты, нагрузку на логиста. При планировании рейсов система, в принципе, сама вообще будет планировать эти рейсы при получении соответствующих заявок. В случае, если даже приходят новые клиенты, новые адреса, то система умеет автоматически определять такие точки в типовые статичные маршруты и уже без участия логистов формировать рейсы. Что необходимо будет сделать логисту, это просто перейти в данный маршрут, по необходимости уже скорректировать своим опытным взглядом и подтвердить такой рейс для дальнейшей передачи, например, в УЗБМС систему для уже начала борта заказов. По непосредственно самим критериям мы с вами рассмотрим ряд новых критериев, которые появились, ну и ограничения в нашей системе. Расскажу более подробно, как это реализовано и какие эффекты возможно получить. Хотел бы начать с пластичности, учета пластичности грузов. Ну, в данном случае у нас реализовывался дополнительный функционал по планированию недавно запущенного проекта АГРУ. Компания занимается как раз таки продажей металлоконструкций. И, соответственно, для них важно учитывать пластичность металла, так как большинство перевозок это перевозка труб, и, соответственно, там необходимо учитывать порядок погрузки таких труб в транспортное средство. Система умеет учитывать пластичность не только в рамках одного склада, но и также в случае нескольких складов, когда, например, на первом складе мы должны погрузить одни металлоконструкции, на втором, соответственно, на другие, система смаршетизирует транспортное средство так, чтобы в машину грузился груз непосредственно по порядку, чтобы не пришлось выгружать груз или менять какой-то порядок распуску груза в кузове транспортного средства. Это все непосредственно как раз таки реализовано. Буду сейчас переключаться на систему и, соответственно, показывать, как это все планируется. Соответственно, вот в данном случае мы видим перед нами карта с рабочим местом, плюс пул заявок, которые нам необходимо спланировать, и непосредственно сами транспортные средства. Когда мы говорим о настройке по аденноменклатуре, то тут возможно как раз выставить для каждой номенклатуры свой приоритет погрузки. Ну и, соответственно, чем ниже приоритет, тем выше, чем ниже, меньше значение, точнее, приоритет, затем оно больше соответственно будет для системы. Грузы, которые имеют меньше значения, приоритет, будут спланированы как раз таки на начало погрузки. И, соответственно, чем больше приоритет, тем выше, какие-то грузы, средства, скажем так. Планируем мы, значит, по одной команде, какие мы используем настройки. Это разрешена погрузка с нескольких складов. Как, опять же, видите на экране, у нас есть два склада металлоконструкций, и, соответственно, синим у нас отражены уже точки. Плюс ко всему, мы учитываем приоритет погрузки номенклатуры, и дополнительно реализован еще один функционал, который будет уже контролировать порядок разгрузки. Опять же, это настраивается параметрически. Можно производить выгрузку полифо, то есть, последний, был положен в кузов транспорта, и, соответственно, первым будет выгрузен с данного транспортного средства. Опять же, если нет потребности разгружать по порядку загрузки, то, соответственно, можно будет не использовать такой параметр и уже планировать разгрузку, ну и развоз груза непосредственно уже по порядку оптимального объезда точек. Здесь возможно, конечно, такой функционал использовать не только для труб, опять же, в любых других, будь это даже мебель, которая, опять же, так же необходимо контролировать, там, складирование друг на друга, ну, те же самые кровати, тумбы и так далее. Вот. Это все как раз здесь реализовано. Так, все, прошли, идем дальше тогда. Соответственно, по команде спланировать мы начинаем формирование рейтов, системы уже используют наше, во-первых, рассчитанное расстояние от картографического сервиса, точки, которые мы также получили для визуализации и непосредственно те ограничения, которые мы с вами используем. Мы в рамках сегодняшнего вебинара рассмотрим несколько сценариев, покажу, как это все непосредственно реализовано. Вот. Ну и более подробно еще раз освещу те параметры, которые, в принципе, есть в нашем типовом решении. Например, вот есть у нас первая точка по складу, и, соответственно, у нас тут и имеются все наши грузовые места, которые грузятся. Ну и, соответственно, уже с учетом установленных приоритетов система начинает формирование порядка по грузке. В номенклатурных позиций будет транспортное средство. Как вы видите, чем больше приоритет, тем выше складируется наше груза. Ну и, соответственно, на основании погруженных грузов здесь производится развоз уже по нашим точкам. Следующий параметр, о котором хотел как раз таки вам рассказать, это учется вместимости грузов. Здесь уже учется вместимость в разрезе видов номенклатур. Мы фиксируем по каждому виду, имеем возможность фиксировать по необходимости по каждому виду номенклатуры учитывать ограничения по доставке. В случае, например, дистрибьюции продуктов питания, многие заказчики, например, то же самое, Ашан, они требуют разделять непосредственно все товарные позиции уже по категориям на каждый отдельный полет. Опять же, бывают клиенты, которые с особенностями, с своими потребностями и бывают клиенты, которым, опять же, не принципиально как будет доставлен груз, но не самые жесткие требования имею в виду. И, соответственно, такой случай также реализован в системе, имеем возможность делать ограничения по совместимости как для всех партнеров, как, например, представлено на скриншоте и, соответственно, можно дополнительно будет и также делать свои ограничения для каждого партнера индивидуально. Вот уже по каждому виду номенклатуры. Тут при работе совместимости, конечно, это первое, это продукты питания, медикаменты и оборудование, различные уже стройматериалы и прочие вещи, которые как раз необходимо контролировать. Как это, опять же, будет выглядеть в самой системе. Помимо того, что в системе используются ограничения по номенклатурам, по совместимости, в рамках данного примера также хотели показать учет габаритов грузов. Система автоматически может рассчитать габариты транспортных средств и уже непосредственно габариты грузов. И при планировании система будет контролировать возможность погрузки таких номенклатур, таких товарных позиций уже непосредственно в грузов транспортного средства. В случае если, например, говорить об интеграции с той же ВМС-системой, то какой возможен сценарий работы с учетом габаритов и грузовых мест. Первоначально обе системы получают заявки на перевозку, там уже формируют в каждой системе свой документ. Часть это МС заявка на перевозку, а ВМС это закат на отгрузку. И, соответственно, у нас далее производятся процессы, которые нам дают возможность получения эффекта более грамотного эффективного планирования. Если нам ВМС, например, передает информацию либо по предварительным грузовым местам, либо уже, например, по собранным с учетом всех габаритов грузовых мест. Далее мы на стороне ВМС начинаем картилизировать данные заявки, уже маршруты, и далее отдаем эти маршруты ВМС-системы для дальнейшей сборки уже по каждому транспорному средству по фрейзоне отгрузки. И, соответственно, далее исполняйте данные рейсы. Вот, теперь вернемся как раз к нашей ТМС. Соответственно, у нас есть опять же карта, отмечены заказы, и здесь у нас в рамках ограничения было установлено, в рамках точнее примера было установлено ограничение, это батарею мы не возим со стеклом. Вот, сейчас покажу, как уже непосредственно данный случай планируется. Какую часть вообще планирования рабочего места хотелось бы также отметить, что в системе предусмотрены различные отборы, которые также позволяют быстро переключаться по различным регионам, доставке, по спецификам, опять же, быть исходящей логистики. Если есть какие-то внутренние ограничения, разграничения на предприятии, то здесь в системе удобно переплющаться между не окнами, а между пулами заказов по установленным отборам. Плюс ко всему под каждый отбор, под каждое направление доставки возможно будет настроить уже параметры, которые будем использовать. То есть, уже настроить по умолчанию и пользователь потребуется постоянно вводить в случае одного направления одни параметры, в случае другого другие. Здесь все подстраивается. Плюс даже система запоминает, какие были настройки выведены от каждого пользователя, какие были транспортные средства отмечены по каждому направлению перевозки. И уже будет автоматически запоминать и при следующем подключении в данное рабочее место выводить пользователю все данные, которые он ранее пользовался. Когда мы с вами говорим о нашем примере, то здесь у нас уже такие настройки используются. Это учет временных окон, это учет габаритов грузовых мест и совместимости товаров, которые как раз таки будут влиять на наше планирование. Опять же наши стандартные действия, выбрали настройки, выбрали пул заявок, отобразили транспортные средства и начинаем планирование. В данном случае у нас планирование уже на реальные транспортные средства, у каждого транспортного средства заведены свои габариты, заведены габариты по грузовых мест, соответственно, их можно заводить как на стороне ДМС, так получается корпоративная система, либо сплавская система. Мы видим, что у нас спланировались рейсы, некоторые машины у нас остались свободными, то есть без грузовых мест, и несколько грузов у нас осталось. Сейчас покажу почему. У нас все заведены транспортные средства, опять же, как я говорил, с своими габаритами. В рамках примера мы установили максимальную длину машины 4 метра, а есть грузы как раз таки в количестве трех труб, которые у нас имеют длину 5 метров. Соответственно, такие грузы уже являются не вместимыми транспортными средствами, их можно либо планировать уже вручную по усмотрению логиста, либо предусмотреть отдельные транспортные средства, либо отдельно выделять такие грузы, то есть там не говорится. Соответственно, когда мы с вами спланировали рейсы, то тут важно, опять же, да, учитывать и совместимость, когда у нас стекло не возится с чугунной продукцией, вот как в рамках данного примера планирует система. Опять же, настройки, возможно, будут производить абсолютно различные, возможно, используется не только этот функционал отдельно, но и еще функционал вообще совмещать с другими параметрами системы. Предлагаю остановиться вообще, на параметрах. Еще раз я тогда озвучу, какие есть системы. Первое, во-первых, что мы используем этот метод решения задачи маршрутизации, механизм сбережения вкладка райта, как раз-таки основанный на оптимальности маршрутов и получении максимального количества сбережений. Плюс при выборе варианта оптимизации, то возможно учитывать как оптимизацию по расстоянию, так и по времени. Контролируемый показатель в системе это параметр, который будет контролироваться дополнительно, то есть какие есть на текущий момент, например, контроль по массе, объему, машину, месту и загрузочному метру. Выбираетесь какой-то один из данных показателей, это не значит, что система будет учитывать только его один. Здесь выводим дополнительные показатели для того, чтобы ограничить именно по данному признаку планирования. Например, в случае массы мы будем использовать транспортное средство не на 100% загружать его, а на 90% для того, чтобы оставить какое-то пространство в кузове транспорта для водителя, потому что ему нужно в корне загружать грузы. Опять же, в случае если это те же самые хлебопулочные изделия и дистрибьюция соответствующие, то в основном машины, конечно, загружаются в битком, и в таком случае можно ли поставить 0% для системы, это, соответственно, 100%, и, соответственно, опять же, либо 100%. Далее, когда мы говорим о почете временных окон, то системе возможно разрешать ожидать, например, точки, если система понимает, что нам оптимальнее будет проехать мимо какой-то точки, нам, например, временно одно разгрузки, оно ограничено, и, соответственно, мы можем разрешать либо запрещать системе учет ожидания, то есть, когда машина приедет, до начала разгрузки там, да, дает 15 минут, нам выгоднее здесь постоять 12 минут, нежели поехать на какую-то более дальнюю точку, потом опять возвращаться, да, здесь уже вопросы пробеги. Плюс система умеет планировать с нескольких складов, система формирует, получается, маршрут по объезду всех складов, которые у нас тут фиксируются, и далее уже производят ротвоз. Когда мы говорим о планировании с нескольких складов, то опять же можно использовать ряд ограничений. Это вообще ограничить количество складов в одном рейсе, например, в случае, если компания предприятия несколько складов отгрузки. Плюс можно систему обязательно начинать рейс именно с какого-то определенного основного склада. это зачастую для продуктов питания используется. И плюс при планировании как раз нескольких складов систему можно будет обязательно отгружать заказ одного клиента обязательно в рамках одного транспорного средства, то есть в рамках одного маршрута. Опять же, если складов несколько, чтобы машина обязательно объехала эти два склада, собрала груз для одного клиента, и только уже потом доставила такой груз на точку разгрузки. В системе предусмотрено также циклическое планирование, чуть более подробно я вам также покажу на примере, как планирует система. Тут основная функциональность такого параметра это планирование сразу нескольких рейсов на одно транспортное средство в рамках одной итерации планирования. То есть один раз нажали на команду спланировать, а система уже запланировала несколько ходов для водителей. Плюс по всему в системе возможно даже настроить время перерывами за рейсами для водителя. Есть ограничения также по рейсам, по грузу, по транспорту. Если говорить по рейсам, здесь стоящие стандартные ограничения по количеству рейсов, по длине, в разрезе либо километража, либо в разрезе времени, и ограничения по количеству точек. Рейс это зачастую для крупных городов, где достаточно сложная ситуация с дорогами, имею в виду пробки. И мы понимаем, что водители не справляются с пользой большим количеством точек, и поэтому сразу можем это ограничить в системе по необходимости. Близко всему, система рассчитывает и по времени работы, и по ограничениям всем, сколько нам необходимо времени и в случае, если грузы не попадают, не успевают на разгрузку, то система такой не спонсирует. Плюс ограничения, если говорить по грузу, то тут в рамках нашего примера это могут быть и габариты, и ограничить размеры груза, совместимости, учет приоритетов, не только номенклатуры, но и самих заданий. Опять же, если есть различные направления по доставке различной категории товаров, это также можно будет передавать в транспортную систему, и система уже будет оперировать данными по приоритизации планирования. Опять же, это не только может быть с категориями товаров, но и с категориями клиентов, когда клиенты есть клиенты по стандартному планированию без приоритизации. То есть, система опять же, это все будет учитывать и планировать. Ну и, конечно, ограничения по транспорту. Здесь, говоря о транспортном средстве, важно отметить и учет ограничений по зонам доставки. Опять же, сравнивать собственным транспортным средством, то зачастую многие водители уже закреплены за какими-то зонами, либо водители в какие-то зоны не ездят с учетом места жительства. И компания старается планировать для собственных водителей рейсы ближе к дому. Такое очень часто на самом деле случается. такая практика используется во многих компаниях. Ну и плюс это ограничение доступности уже для клиентов. Что подразумевается в данном случае это доступность как к транспорту, например, ограничение по проезду каких-то клиентов подъездом с узкой дороги, какой-то низкий мост. Соответственно, какие-то транспортные средства не могут проехать к данному клиенту на данную точку разгрузки. Соответственно, системе об этом можно и нужно рассказывать, и система уже будет это учитывать при автоматическом планировании. Плюс ко всему даже реализован функционал по так называемому черному списку водителей для клиентов. То есть опять же, зачастую это собственным водителем включается. Либо близко к собственному варианту водителям и так далее. Не сложились, например, отношения водителя клиента, соответственно, клиент передал запрос постоянно, что можно другого водителя отправлять на полную маршруту, вот не сложилось. И, соответственно, на системе это также можно будет учить для каждого клиента отдельно, чтобы для этого какие-то водительницы разрешенные или наоборот подходить для данного клиента. И система уже будет учитывать это также при планировании. Ну и, конечно, если говорить о Москве, то стоит отметить учет пропусков для транспортных средств, там, как, третье транспортное количество и, соответственно, подобное. Вот. И система уже будет планировать на те транспортные средства, планировать маршрут непосредственно по доставке клиента или на любую другую точку, уже с учетом проезда через данные зоны. Ну и, соответственно, запрещать проезжать и строить маршруты в объезд либо подбирать транспорт, которым это разрешено. Соответственно, плюс, возможно, будет дополнительно, но шаг назад, здесь данный параметр мы с вами рассматриваем именно по маршрутизации транспорта. Здесь решаются комбинаторные задачи и далее возможно и также решать уже задачку менеджера по оптимизации маршрута внутри каждого рейса. Дополнительной системе возможно, опять же, спланированы автоматические маршруты как-то подредактировать, посмотреть, как будет хуже, лучше, и система, соответственно, может дополнительно оптимизировать данный маршрут, в случае ручной какой-то корректировки, либо оптимизировать с учетом проезда уже фактического транспорта и отменилась какая-то точка, автоматическая система может дорожной обстановки уже по факту в режиме онлайн. В данном случае также применяется алгоритм оптимизации. Если говорить о данном рабочем месте, то тут также возможно и фиксировать различные места интереса, то есть это конкретные точки, которые будут отражены на карте все самые заправки, либо перевалки для водителей, если рейсы длительные межрегиональные регистральные перевозки, тут соответственно также можно будет зафиксировать и уже подобрать и видеть визуальные сайты реки. Плюс ко всему также у нас даже реализована отдельная функция, которая будет включать промежуточные контрольные так называемые точки в маршрут. Ну опять же ездим из Москвы и Санкт-Петербург, есть у нас площадка для водителей, где у нас какие-то договоренности, либо мы знаем, что на хорошую то, соответственно, в системе можно будет дополнительно автоматически уже добавлять заезды в данные точки, на передых и так далее. Соответственно, даже фиксировать время нахождения, это учитывается в маршруте. Плюс ко всему система учитывает не только контрольные точки для отдыха, но и, конечно, режимы труда и отдыха сотрудников. Здесь уже настраиваются для каждого направления доставки, время работы в рамках недели, часы работы, в рамках дня и, соответственно, система умеет автоматически рассчитывать специальные перерывы и перерывы на обед, соответственно, фиксируем, какое количество времени докладываем на обед и уже получаем более реальные данные, опять же, доступны в рамках перевозок и мы уже не рассчитываем, что в Одессе будет в течение трех дней по трассе без остановки, а все-таки учитываем, сколько он будет работать, работать, оборок, подальше это все важно будет загрузить сюда систему и увидеть. Так, это непосредственно по параметрам, перейдем тогда дальше. Говоря о времени работы в точке, в принципе, система умеет учитывать время работы в различных разрезах, не так давно у нас был доработан функционал по учет времени работы в точке не только по умолчанию, но и по каждой номенклатуре отдельно. Сейчас более подробно расскажу. У нас есть точка, в которой нам необходимо будет разгрузиться помимо работы разгрузки, например, которую мы также можем фиксировать в зависимости от видов типа груза либо номенклатуры, плюс возможно задавать вообще время работы по умолчанию, которое также будет накладываться в маркетинг. В зависимости от классификации точки, будь это какой-то РЦ, несколько часов стоят на ответ, будь это те же самые точки уже меньше, супермаркеты либо ипэшные точки, то тут все быстрее. Система, мы такую информацию расскажем. Соответственно, такую информацию мы расскажем в системе и она будет учитывать ее по умолчанию. Если опять же говорить о время нахождения в каждой точке в зависимости от конкретного адреса, то при работе с мобильным клиентом система копит статистику о нахождении точки и соответственно далее будет планировать последующие маршруты с учетом такой статистики. И в данном случае те же самые клиенты, магазины, например, какие-то магазины у нас будут не по стандарту, полчаса разгружаться уже. По среднестатистическому времени разгрузки для каждого партнера, для каждого адреса где-то будет 20, где-то 15, где-то 40 час. Соответственно. Плюс помимо самого времени находения точки накладывается время на выполнение док-операции. Те же самые подъемы, сборки, разборки груза товара. Это все также можно будет накладывать и учитывать при планировании рисов. В данном случае мы уже с вами минимизируем риски по опозданиям и уже планируем максимально реально, как это будет по факту. Соответственно, доставляем уже другу вовремя. При расчете времени опозданиям важное используют не только для логистов, но и иногда в рамках сервиса оказываются услуги по оповещению. система автоматически без участия пользователя можно будет оповещать получателю непосредственно о плавном время прибытия груза уже на точку разгрузки. Как за определенное какое-то время, так и в начале дня делать какую-то раскульку. Это все у нас получается копится и плюс, как я и говорил, дополнительно можно накладывать время выполнения в точках и с учетом контрольных точек, с учетом либо переправ, либо для водителей, таможни и так далее. Если говорить о транспортных средствах, опять же, система используется на различных абсолютно сегментах и транспортные средства также привлекают абсолютно разные, будь это и коники, портовые машины, и для определенных грузов есть свои ограничения и свои критерии подбора транспортных средств в зависимости от типа кузова. Система также умеет это делать. Здесь реализован такой функционал уже даже по нескольких разрезах учета. Сейчас более подробно давайте тогда расскажу как это реализовано в системе. Есть у нас транспортных средств соответственно типа кузовов. Типа кузовов фиксируется на уровне каждого как транспортного средства и типа транспорта и соответственно в дальнейшем мы можем устанавливать ограничения типа по типу груза. В принципе это в любой может быть. Плюс возможно будет фиксировать и на уровне номенклатуры и вида номенклатуры. Ну и соответственно когда система начинает планировать то первоначально она смотрит есть ли ограничения у типа груза есть ли ограничения у номенклатуры точнее и соответственно если нет номенклатуры то система начинает проваливать ограничения до вида номенклатуры и уже планировать формирование маршрутов на конкретные транспортные средства. Так как раз вернулись в систему обещал показать циклическое планирование. Когда мы формируем с вами транспортные средства то мы можем указать для каждого транспортного средства количество циклов можно как для всех изменить количество циклов так и для каждого транспортного средства индивидуально. Близко всего для каждой машины возможно закладывать время перерывы между рейсами в рамках одной смены водителя и планировать маршрутизацию таким образом. Опять же если говорить о параметрах тут достаточно просто. Это учитывая временные окна и разрешаем планировать маршруты в год несколько циклов. Система уже рассчитает и выезд из гаража и проезд между соответственно точками и возврат обратно либо в гараж либо на точку адреса. Если говорить о собственном парте то тут учет конечно стоит отметить и путевых листов и функционал который позволяет в рамках одного путевого листа учитывать несколько рейсов. Опять же если несколько ходов делает водитель как в рамках одной смены какие-то магистральные перевозки в одну сторону машины груженые поехали зачастую ищутся какие-то сторонние загрузы чтобы машина все-таки эффективно использовалась. Соответственно подтянем эти рейсы в один маршрутный лист и система уже автоматически рассчитает плановый расход топлива и расход по норме с учетом уже практически проезда транспортного средства в рамках данных подключенных рейсов. Как у нас видно как раз есть одно транспортное средство уже сразу несколько рейсов. Все видно в системе можно дополнительно вскрывать рейсы и их по очереди просматривать. Если говорить о ручном изменении маршрута то система может дать возможность водить логисту точнее поменять точки местами и соответственно вот как я вам рассказывал про оптимизацию уже будет сигнализирует что стало ли хуже стало ли лучше на маршрут стал ли более эффективный либо менее и подсвечивает либо красным в случае ухудшения либо синим если стало круто. Вот как раз таки да затронул с вами тему редактирования маршрута плюс в системе можно будет не только редактировать порядок объезда но и конечно добавлять различные точки уже спланирован маршрут добавлять различные там контрольные точки и учитывать доезды и выезды в гора. За счет автоматизации данного блока данного процесса мы как раз таки с вами достигаем эффектов по снижению затрат. В общем если говорить о комплексности внедрения это и транспорт это и управление перевозками это управление собственным партом то тут порядка 30% экономии достигается при работе с системой плюс конечно ну за счет чего это снижение количественно используемых транспортных средств это конечно снижение пробега когда то чуть мало да тут просто зачастую там планируется ручную но когда то чуть переваливает за 200 в рамках этого дня то тут уже конечно одной картой и фишечками на ней тут уже не обойти здесь уже новый инструмент который будет позволять эффективно планировать маршруты эффективно использовать транспортные средства будь это даже собственные будь это и наемные ну и конечно сокращение трудозатрат логично 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 может не до полдня как это иногда бывает сформировать рейсы в Excel на карте на столе или что там в программе достаточно быстро это планируется буквально от минуты даже быстрее до максимум 15 минут если мы говорим о планировании заявок более то соответственно сокращаем трудозатраты на планирование другие задачи даем логично которые также будут позволять эффективно использовать новые ресурсы предприятия если говорить о планировании то планирование вообще в системе возможно на реальные транспортные средства но и на виртуальные машины то есть это какие-то общие характеристики транспорт это 20 тонн или 10 тонн отмутованная машина и далее уже на такие машины виртуальные уже следующие итерации либо подбирать собственный парк и конкретные машины которые удовлетворяют критериям маршрута и также возможно будет в дальнейшем и подбирать перевозчиков на рейсах подбор перевозчиков производится у нас в отдельном тендерном портале это внутренняя площадка система слота МР4 которая позволяет минимизировать и даже исключить прямое общение между логистом диспетчером и представителями перевозчиков наемных опять же мы исключаем риски сговора как это иногда бывает на некоторых предприятиях выявляются то же самое логи договариваются с перевозчиком производят какие-то откаты тут уже непосредственно все мы видим в системе работа производится строится системным прозрачным мы знаем кто в какой момент отрабатывает какую задачу и соответственно здесь уже прозрачно все видно будет какие предложения были о перевозчиках опять же даем возможность перевозчицу включиться в нашей тендерной площадке и в данной площадке он самостоятельно фиксирует свои стоимости какие машины он будет использовать какого водителя он предоставит ну и всю информацию по подаче транспорта опять же уже исключаем почтовые переписки звонки приняли друг с другом все видно в виде системы все отражено и соответственно не исключаем двойной флот информации соответствующий по каждой перевозке отдельно плюс возможно учитывать тендер в качестве там какая стоимость ну еще плюс разыгрывать торги между перевозчиками ограничивать шаги торга соответственно по каждому отдельному направлению либо по всем перевозкам в целом и контролировать и видеть какие-то первоначальные перевозки по какого-то уровня торговали конкретно мы с вами подобрали всех перевозчиков установили там собственные машины разделили распределили точнее по рейсам кстати стоит отметить что система умеет распределять по перевозчикам даже по процентам соотношения опять ну как бывает когда на одно направление перевозки есть несколько компаний в которых выключили договор о предоставлении транспортных средств и необходимо выполнять определенный план по перевозкам можно будет установить пропорциональное распределение между перевозчиками уже самих рейсов до древних дня так и недели соответственно мы с вами все это спланировали и дальше начинаем уже исполнять рейс тут несколько вариантов самое простое это ручное диспетчер сам вводит все данные прошли-прошли и так далее но это все-таки менее эффективно это более трудозапратно поэтому мы предлагаем использовать аналоговые варианты исполнения рейсов это либо телеметрическая система но тоже есть свои ограничения не знаю есть ли вычеркнут какие-то все ли хорошо было на этапе либо подружки либо разгрузки она два факта движения транспорта фиксируем мы приехали в эту точку и уехали соответственно дальше закрылась на нашу гуляцию уже путем опыта самое эффективное использование это все-таки через мобильный клиент это оперативный контроль в режиме онлайн мобильный действия водителя движения транспорного средства и вообще работа с грузовыми местами водитель приезжает на точку фиксирует свое прибытие плюс по всему мы даже контролируем его местоположение опять какая-то мотивация у водителя своевременные приезды своевременный развод соответственно в системе это можно будет контролировать мобильный клиент не даст начать выполнение точки пока водитель фактически не окажется в радиусе точки доставки плюс через мобильный клиент автоматически система может определять либо какие-то ну опять же транспорные цветы на дороге предвидимся остановки или изменения маршрута оповещаем и водителя и логиста плюс конечно возможно какие-то изменения маршрута которые там принимает решение либо система либо логисты и соответственно оповещаем об этом водителе через мобильные приложения опять включаем общение между диспетчером и водителем ну и плюс конечно в мобильном клиенте дополнительно реализован чат с диспетчером через мобильное приложение можно также фиксировать до того как водитель ехал от до Он уже все сканировал, отфотографировал, передал через мобильник клиента все файлы, они оказались в базе, ну и, соответственно, передан уже в клиентский домашний отдел для формирования счетов и так далее. Вот, и плюс в случае, конечно, какую-то проблему в точке оповещения приводится и логиста, и менеджера, и даже в системе у нас реализовано отдельное рабочее место для менеджера, которое можно контролировать, опять же, дистанционно через доступ, через отдельное, собственно, рабочее место, исполнение своих всех заявок, заказов, вот, исполнение не только водителя, но еще и также логиста, так же можно будет это все выводить и контролировать. Опять же, да, об Android клиенте в вот таком виде представлено с мобильных клиент, уже новая четвертая версия мобильных клиентов с более удобным интерфейсом, с новыми функциональностями, соответственно, это все уже реализовано, удобное использование, изменения, прибытия, в основном использование там одной информации, да, практически там по центру. Вот, и фиксация исполнения каждого груза выполнена, соответственно, есть ли какие-то проблемы и так далее. Мобильный клиент, это, опять же, как возможность использования трекера, в случае, там, используя, да, наемный, как это, часто актуально, так вот, наемный транспорт, редко предоставляет данные о движении своих машин, а с использованием мобильного клиента, именно в рамках нашего маршрута, который мы им предоставили, можно будет отслеживать, как транспортное средство. Говоря о собственном парке, то тут, опять же, да, спутниковый мониторинг, который позволяет не только видеть движение транспорта и оповещать возможности изменения в расходах и так далее, ну и также контролировать другие датчики, будь это датчик открытия дверей, там, топливо, датчики, передавать информацию по топливу, по путевые листы, не только по топливу, но и так же по пробегу, полученного также от телеметрической системы. На текущий момент мы уже интегрируемся с Биалоном, с Огниковым, с Каутом, Автографом, Келиосом Про, соответственно, с основными, наверное, лидирующими представителями телеметрической системы на рынке. Какие же мы с вами достигаем эффекты уже при контроле движения транспорта и водителей? Это, во-первых, получение оперативной информации, обещаем и логиста, и менеджера, и водителя, все в режиме онлайн, соответственно, меньше задержек, исключение рисков и исключение предотвращения. Учет план фактового анализа масла, как мы с вами запланировали, во сколько по факту приезжали, опять же, можно будет собирать статистику по переводчикам, по водителям, ну и, конечно, контролировать и план фактов вообще движения водителя, как мы запланировали, какой километраж у нас получился по факту. Опять же, да, зачастую опытные водители, знающие там каждую собаку, как говорится, но по факту иногда бывает, что система планирует более эффективно, нежели опытные водители. Опять же, потому что можно использовать различные механизмы, инструменты для понимания, как правильнее нам будет созвонить. Говоря о перевозках, да, хочется отметить и учет собственного парка, принятие к учету транспортных средств, по дальнейшей расчетам амортизации таких транспортных средств в системе учет топлива. Учитываем путевые листы не только для грузового транспорта, но и в системе реализованных учетов и пассажирских перевозок, контролей вместимости пассажиров в каждое транспортное средство. Будь это легковое транспортное средство, будь это там общее, опять же, да, в случае корпоративного транспорта, формате же самые автобусы. Все это система умеет рассчитывать, рассчитывать пробег по маршруту, какие точки были, выгрузки пассажиров, и, соответственно, рассчитывать движение, ну и расходы топлива. Рассчитываем топливо не только грузового транспорта, не только пассажирского, но и спецтехники. То есть учитываем выработку и моточасов, и расход топлива, и домоборудование. Это все как раз таки будет фиксироваться и распределяться на наши перевозки, и, соответственно, на наши заявки клиента. Выписка путевых листов, как я говорил, на несколько видов транспортных средств, плюс возможность выписки сразу на нескольких рейсов, и общий учет наших расходов уже по таким рейсам. Собственный парк – это не только сами машины, путевые листы, но это еще и шины, агрегаты различные, запчасти, которые мы также учитываем. Учитываем амортизацию, мы не только транспортных средств, но даже система умеет рассчитывать на амортизацию тех же самых шин, учет их срок эксплуатации и, соответственно, оповещение в случае, если шины уже приближаются к своей. И, соответственно, уже фиксировать затраты на выполнение таких ремонтов в разрезе работ, в разрезе стоимости, точнее работ, в разрезе используемых запчастей и так далее. Плюс система умеет рассчитывать плановые даты техно-помотра транспорта, простой расчет по сроку эксплуатации, но тут достаточно просто. Но по опыту на предприятиях ТО проходит не по сроку, а все-таки по выработке транспорта. Соответственно, система умеет и рассчитывает среднесуточную выработку транспорного средства на основании пройденных рейсов и, соответственно, уже определять плановые даты и дополнительно сигнализировать скорую дату ТО или ТО уже должно было быть пройдено, либо с машиной, там все хорошо и не используем ее дальше. Если говорить о автоматическом расчете, то ремонт и так далее, это все непосредственно, ну и выработки транспорта, это все влияет на амортизацию. Ну, зачастую, там, в бухгалтерских системах, это обычно линейная амортизация, по периодам просто рассчитываем наши расходы. Система ДМС умеет рассчитывать фактическую амортизацию с учетом пройденного километража транспортного средства в рамках периода. Ну и, соответственно, уже более корректно рассчитывать амортизацию транспорта. Собственный парк, это не только машины, но и запчасти, но еще и, конечно, учет документов, штрафов, действия документов. Система имеет возможность учитывать действия документов водителей транспортного средства при подтвердении рейса и сигнализировать в случае, если какие-то документы уже просрочены. Вот, и оповещать это как логисты, так и механика. Здесь, опять же, в рамках эффекта хочется отметить, это, во-первых, полный учет выработки транспортных средств, учет движения всех наших запчастей, которые хранятся на балансе. Это, ну, здесь, ну, наверное, не путать, да, со складским учетом непосредственно, там, как-то именно основная функциональность. Здесь в системе ДМС реализовано складской учетов частей агрегатов именно для учета просто движений, факта расходов на такие запчасти, шины и так далее. Вот, плюс, конечно, это уже автоматизированные учеты путевых листов, автоматический расчет и расчет автоматической экономии пережога топлива. Там, опять же, да, если говорить об эффектах, то один из наглядных примеров, это есть один дистрибьютор в Санкт-Петербурге по запчастям. Там право внедрения и использования системы ДМС был выявлен сбор между сотрудниками, это там, диспетчеры и водителем. Ну, и там были выявлены там сливы топлива очень сильные. Опять же, при внедрении системы это все стало максимально наглядной и прозрачной. Система, стоимость внедрения проекта, проект был достаточно большой, интересный проект, окупился там за считанные месяцы, как раз за счет выявления только одного этого показателя. Ну, и, конечно, плюс эффект от сокращения пробега транспорта на спектр. При, ну, говоря о расходах, в общем, расходы в системе, да, учитываются как прямые расходы, так и косвенные расходы будущих периодов, которые в дальнейшем будут, во-первых, рассчитывать автоматические системы и автоматически распределяться уже по настроенным правилам распределения. Система умеет даже распределять расходы, там, технических, например, направлений, там, внутренних каких-то, на коммерческих, и тем самым видеть уже, перекладывать наши расходы на клиентские коммерческие заявки и видеть фактическое стоимость перевозки. Если говорить вообще о контроле, да, расходов и доходов, ну, зачастую на предприятии, там, при бюджетировании собираются, там, несколько представителей от разных отделов, начиная, там, использовать различные, там, инфресурсы, кто в Excel, кто в бухгалтерии, например, кто где-то там еще какие-то свои файлики и бумажки несет, и, соответственно, там, недельная дума над бюджетом по крайней части транспортного логичности. То есть система при учете доходов и расходов позволяет уже иметь инструмент для бюджетирования, то есть она уже по каждой статье, по каждому, там, периоду, до каждой, там, аналитики расскажут, какие были понесены расходы. Расходы могут быть, там, не только, там, по транспорту, но и также можно фиксировать расходы, и, там, заранная плата логистов, аренда гроза, аренда в офисах, когда за акселярию, все это можно будет вычитывать в ОТМЭТ-системе и полностью фиксировать, распределять наши расходы по транспортной логистике уже непосредственно по нашим отраженным заявкам. Вот, соответственно, коллеги, сейчас я только передаю слово Евгении, а если есть какие-то вопросы, то мы дальше с вами обсудим. Да, коллеги, основную часть мы закончили, здесь указаны наши контакты, в случае, если вопросы возникнут уже после вебинара, мы будем рады вам ответить на них, можете писать их на почту, звонить, будем рады работать с каждым из вас. Далее, если есть вопросы сейчас, пишите их в окне, и мы сейчас на них ответим. Вопрос от Михаила. С недавнего времени по заявкам приходящих из СМС не формируют автоматические рейсы. Если создавать заявку непосредственно в СМС, рейсы формируют автоматически, независимо от географических зон и расписания периодических рейсов. На что необходимо обратить внимание? Ну, конечно, первое, на что обратить внимание, это вообще на формат адреса, который приходит в систему ТМР, плюс обратить внимание на вид перевозки, который подставляется автоматически, возможно, у вас там какие-то отборы, так как автоматически рейсы формируются по расписанию, если я правильно понимаю, по расписанию периодических рейсов, это то, что я рассказывал, там статичные, по определенным управлениям каждой машинку. Нужно проверить отборы, которые также установлены в данном расписании. Следующий вопрос от Игоря. Рабочее место для планирования рейсов умеет учитывать грузы с укладом опасности или требующий температурный режим на грузовике, подходящий к таким грузам? Смотрите, в рамках, опять же, типового функционала можно будет настроить учет, который будет контролировать попадание в транспортные средства и температурные режимы. Но на текущий момент, на это я имею в виду, если использовать тот функционал, и гибко его использовать, а именно прямой функционал по классам опасности, он сейчас в базовой, скажем так, разработке, и мы как раз таки ждем очень проект, где необходимо будет использовать класс опасности для того, чтобы мы могли до конца реализовать такой функционал. Вот, поэтому очень хотим потребности клиентов, да. Да, если что, обращайтесь. Акселот поможет. Так, вопрос от Екатерины. Какие есть варианты обмены учетной системы помимо машины? Здесь возможно использовать несколько вариантов. Это могут быть как файловый обмен, обмен веб-сервисы, либо также через швы. Так, и вопрос от Натальи. Каким образом в рамках аналитики система рассчитывает затраты на переводку в адрес определенного заказчика? Здесь уже затраты будут вложиться на клиента. Можно будет фиксировать, например, по контрагенту, да, зачастую у каждого адреса, иногда там свой контрагент заводится в корпоративной системе, в ТНС-системе, и, соответственно, учитывать затраты по нему. Вот, да, в отчете. Вопрос от Екатерины. Типовой обмен через веб или файловый уже заложен в поставке продуктов? Да, уже заложен при выборе способа. Способа обмена, там как раз-таки выбирают, каким образом будет производиться обмен. Но, опять же, да, это именно инструмент, позволяющий это делать. А сами обработчики, они, конечно, не входят. Уже под каждую потребность, под каждую систему пишут отдельно. Либо с помощью наших разработчиков, там, также с помощью Тетериона, либо с самостоятельной субсинцией. Так, вопрос от Дмитрия. Поиск перевозчика через ТМС уже реализован или это на перспективе? Смотрите, реализован функционал по поиску перевозчика, опять же, при основании тех перевозчиков, которые уже заведены в системе. Конечно, мы не интегрируемся с открытыми площадками перевозчиков. Во-первых, это не всегда и безопасно, даже в части именно перевозчиков, потому что здесь мы, конечно, не сможем контролировать их деятельность. А в системе это тендерный портал. Опять же, даем возможность именно конкретно перевозчикам подключаться к нашему закрытому тендерному порталу, получать все данные и, опять же, автоматически назначать им перевозчиков, которые мы заведены, и распределить рейд. Опять же, не даже без контролирования порталов. Вот, надеюсь, ответили на вопросы. Если что... Все, коллеги, всего доброго. Будем рады вас видеть на наших следующих вебинарах. Контакты наши сохраните, пишите, звоните. До скорых встреч. Все, спасибо, коллеги. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...